Глубоко уважаемые коллеги, учителя, проблема нарушения уродинамики у детей занимает одно из центральных мест. Наиболее часто встречающимися вариантами нейрогена дисфункции мочевого пузыря является состояние, сочетающее в себе гиперактивность и внутри пузырную гипертензию. Клинически данное состояние нередко сочетается с инфекцией мочевыводящих путей и является фактором высокого развития риска пузырно-мочеточникового рефлюкса и хронической болезни почек, что в свою очередь снижает качество жизни пациентов. В последние годы для лечения пациентов с нейрогенной дисфункцией нижних мочевых путей, сопровождающихся нарушением резервуарных и адаптационных свойств мочевого пузыря, при неэффективности стандартных методик лечения все чаще используется внутридетрузорное введение бутылинического токсина типа А. Бутылы токсины ингибируют в освобождении медиаторов, в частности ацетилхолина, из пресинаптических окончаний, расщепляя белки, отвечающие за прикрепление синаптических пузырьков пресинаптической мембране и последующее слияние с ней. Тем самым подавление активации мышечных волокон способствует расслаблению мышц. В рамках нашей работы был проведен эксперимент, целью которого была определить безопасность и эффективность внутридетрузорной методики введения бутылинического токсина типа А. В эксперименте участвовало 12 животных, кроликов, породы шиншилла. Возраст животных был около года, масса животных 3-3,5 кг. Животные были разделены на две равные группы. Животным первой группы вводился препарат лантокс, бутылинический токсин типа А, а второй группе физраствор. Под общей анестезией всем животным была произведена катетеризация мочевого пузыря двухпросветным катетером номер 8 по шарьеру, и при помощи манометра Вальдмана была выполнена цистометрия. Максимальный объем мочевого пузыря у кроликов составил 19 мл. В дальнейшем животным была выполнена нижнесрединная лапаротомия. В стенку мочевого пузыря был введен препарат лантокс животным первой группы. Доза составила 10 единиц на килограмм массы тела. Она была выбрана нами эмпирически при помощи инсулиновой иглы из 20 вколов. Животным второй группы вводился физраствор. Выраженный клинический эффект мы отметили только на 21 сутки после введения препарата лантокс, который сохранялся у этих животных и через 4 месяца. Статистически у животных второй группы объем мочевого пузыря не изменился. Следует отметить, что объем мочевого пузыря у этих животных увеличился на 48%. Также мы провели гистологические исследования. Стоит отметить, что на фоне появления клинических проявлений в гистологическом материале тоже произошли изменения. Мы видим разволокнение мышечных структур, перинуклеарный отек и образование вакуолий. На сотые сутки после введения препарата лантокс эти явления стали менее выражены. А к 125 суткам после введения они практически уже исчезли, и картина стала соответствовать той, которая была до введения. Все клетки имеют ядра, то есть все клетки живые, никаких необратимых изменений в стенке мочевого пузыря после введения препарата лантокс не произошло. Теперь к клиническому материалу. В нашей клинике было обследовано 36 детей синдрома спинального дитрофизма. Из них 31 ребенок был оперирован, и 5 детей со скрытыми формами мелодисплазии. Этим детям они получали стандартную тактику введения, но она была не столь эффективна, и было принято решение введения бодролинического токсина типа А. Доза также была выбрана нами эмпирически, это та доза, на которой мы получали эффект. Но, конечно, мы это делали не при помощи циститомии, а при помощи эндоскопической методики введения. Также 25 инъекций в дозе, как я уже сказала, на которой мы видели эффект. Как видно на представленном слайде, что объем мочевого пузыря увеличился значительно, максимально внутридоторзорное давление снизилось, и снизилась частота катеризации детей, что способствовало их лучше социальной адаптации. Из всего сказанного можно сделать следующие выводы. Бодролинический токсин типа АЛАНТОКС является высокоэффективным пресинаптическим блокатором эмхолинорецепторов и обеспечивает стойкий клинический эффект. Отсутствие необратимых сменений в гистологическом материале свидетельствует о безопасности внутридоторзорной методики введения бодролинического токсина. И методика внутридоторзорного введения токсина имеет реальную возможность внедрения в клиническую практику и может быть рекомендована для лечения терапевтически резистентных случаев нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, сопровождающихся гиперактивностью и внутрипузырной гипертензией. Спасибо за внимание.